Как делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатенинзя Незаметная. Подожди, подожди, а я незаметная, потому что я такая типа непримечательная и серая мышка, или по другой причине? А какая разница? Мне важно знать. И сегодня мы находимся там, где люди ходили в маске до того, как наступил карантин. Мы находимся там, где каждый день происходят ограбления, а воров никто никогда не видел вживую. И, конечно же, мы находимся там, где детям в школах вместо математики преподают карате, деквандо и джиу-джитсу. А, ну мы находимся в Елабуге, это, если что, республика Татарстан. У меня на самом деле все одноклассники ездили в Елабугу, чтобы научиться там искусству карате. Вот серьезно, все мальчики должны были это уметь. Вот, ну а, естественно, самые лучшие мастера, там, кандидаты, мастера спорта, они все находились там, самые лучшие мастера, к ним все ездили учиться, да-да. Подожди, подожди, я уточню. Ебалуга или Елабуг? Кто? Елабуга. А, Елабуга, я перепутал буквы. А ты была хоть раз в Елабуге? Ну, я сама лично не умею ни каратистичности, ни как это вот, что как там у нас еще есть? Короче, я не каратистка, я не джиу-джи-дистка, я там не была, не была вот в Елабуге в этой, сама. Короче, кто живет в Елабуге? В Елабуге! В Елабуге! Елабуге, отлично! Иии, сложное название такое города! Короче, как я понимаю, вы там все тэквандиндисты. Тэквандодосты. Опасный, спортивный, каратистический город. Ну, зато спортивная молодежь, как-никак. Так, должен быть где-то здесь. Или здесь, может быть, я не знаю. А, извини, что спрашиваю, а кого ты ищешь? Кого-кого, бог Майнкрафта ищу в траве. А с чего ты взяла, потому что бог Майнкрафта в траве прятаться будет? Слушай, ну ты подумай своей головой. Ну мы же сегодня там, где ниндзя. Они же такие скрытые, незаметные, такие вшух-шух, полетели куда-то вот туда-сюда. А-а-а, кстати, да, ты сегодня своими мозгами соображаешь, Катя. Мы не успели зайти в Майнкрафт, бог Майнкрафта сказал вот эту всю дичь про ебалугу. Е-ла-бу-г, елабугу, елабугу. Прав? Елабугу, елабугу. Господи, не буду больше произносить слуховое название этого города. Вот, не успели мы зайти в Майнкрафт, как уже нашли новую деревню. Как ты думаешь, Катя, что нас сегодня там ожидает? Я думаю, что там все люди будут скрыты, закрыты, в себе неуверены. Их просто так обозвали ниндзями. Я думаю, что все будет отлично, поэтому пойдем и даже вообще не боимся ни разу. Вообще катушка слетела просто, чердак протек, или что ты сейчас сделала? Я ниндзя. Чих-тих. Куф. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Все, хватит с фигней страдать, пошли сюда за мной. Сейчас, короче, давай берем, врываемся в эту деревню. Я вижу первые сундуки, иди посмотри, что в первом сундуке, вот там, вот там слева. Вот иди посмотри, вот туда. Ты дурак, что ли, совсем? Ну мы ниндзя, надо пух, чух. Здравствуйте. Здравствуйте, молодой человек. Значит, вот так, да, типа пиху-чух. И смотрим, в сундуке у нас пустота. Ой, как опосраться, как круто. Так, давай дальше. Смотри, двойной сундук. Типа, смотри, что в... Зай, зай, зай. Стой, стой на месте, Катя. У тебя что-то, у тебя что-то приклеилось. У тебя на голове, если я не ошибаюсь. Ах, ты собака! Приклеилось на голове, блин, у него. Тихо, давай посмотрим, что... Пустота. Пустота, угу, хорошо. О, я ещё один сундук вижу, давай посмотрим, что в этом сундуке. Если здесь пустота, то Катя лохопедка. Пустота, Катя, пустота. А что это значит? То, что пустота. Это значит, что ты лохопед. А ты заметила то, что у них на грядках я нигде не видел ни пшеницы, ни морковки, ни картошки. Здесь только мёртвые кусты, житель застрял в паутине и больше ни черта. Я хочу спасти вот этого жителя, я буду добра сегодня, я вытащу его из паутины. И этого спаси тогда. Ну, вообще до этого должен был спасти ты, ну ладно. Всё, свободен. Давай, заходи, проходи первая, давай. Смотри, что в сундуке. Так, сундучок, сундучок пустой, а это значит, это значит, что мы в какой-то неужели в бомжарской деревне, я ничего не могу понять. Катя, реально всё пустое, подожди, сколько мы сундуков нашли, всё пустое, ни черта просто нет. У них тут ни еды нет, ни света даже в городе нет, все сундуки пустые. Вы чё, бомжари что ли, мужики? Вы как вообще живёте-то здесь, а, расскажите. Давай заберёмся на вот эту церковь, повыше и посмотрим сверху, что здесь находится. Может, мы чего-то не видели? Ну давай, это хороший план. Я уверена, что с высоты птичьего полёта мы по-любому увидим какую-нибудь улику или ещё что-нибудь, что нам обязательно поможет. Всё может быть. Так, ещё один сундук, и в этом сундуке дай угадаю. Пустота. Естественно, что же ещё здесь может быть? Так, смотри внимательно, прям главное ничего не пропустить. Ну, я вижу дырявый дом один, насквозь дырявый прям. Угу, я вижу ещё вон жители застряли оба-два в паутине, смотри. Ну, это нам, это нам, Катя, не поможет, вообще не поможет. Слушай, тогда мы, может, просто пойдём и найдём другую деревню, как ты думаешь? Здесь ни черта нет, вот ещё один дом на, на, на горе, но я тоже уверен, что там ничего нет. Слушай, это неправильно, ведь если мы оказались в этой деревне, значит, зачем-то это нужно. Тихо! Я только что видел, как Маринка прям очень незаметно спустилась с горы, и она где-то... Вот Маринка, кстати, Кать! Марина! Здравствуй! Здравствуй, Марина, как поживаешь, как твои дела? Ага, нормальные люди спускаются через лестницу, Катя прыгает с третьего этажа. Ну, тогда подожди, я сейчас спущусь. Эпа, вот так. Здравствуйте, Маринка, ну чё, рассказывайте, как ваши дела? Да тихо ты! Серьёзно? А он чё? А она... Да не может быть серьёзно, бедные жители! Нет, всё, теперь я поняла, зачем мы здесь. Зачем мы... Что, 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 что тебе Маринка рассказала? Ты можешь помолчать, пожалуйста, я перевожу Марине чей язык. Маринка, да, продолжай, а чё, а как они выглядели? Как это не знаешь, как это не видел никто? А как, а мы-то как их найдём? Ну, ты, Марин, даёшь. Если бы не ты, мы бы, наверное, вообще не догадались. Слушай, Марин, на тебе кусок стейка. Ты молодец, спасибо, что сказала. Короче, иди сюда. Перевожу на русский язык. Эта деревня раньше была супер, мега, дедупер, дриппер, сипер, пупер, мега богатой. Они были вообще просто все усыпаны в алмазах. У них был отличный огород. Но потом пришли воры и всё украли. А ещё, знаешь, что в этой жизни бывает несправедливого? Например, когда вот у тебя сзади... Ты мне зубы сейчас, да, заговаривала? Так, рассказывай правду. Что произошло с этой деревней? То есть реально пришли воры из супер-дупер крутой деревни, сделали вот такую бомжарскую? Они обокрали полностью всю деревню. Но фишка в том, что их никто не видел. Никто не знает, как они выглядят. И никто не знает, где их искать. Именно то, что говорил бог Майнкрафта в начале этой серии. Супер-скрытные воришки. Ядрить-колотить ты всего-то тебе друзей нашла, что ли? Да это не друзья, это все пострадавшие жители. Слушай, мне кажется, или они хотят, чтобы мы зашли внутрь? Ну давай посмотрим. Давай, заходи. Так, вы стойте здесь, мы только с Маринкой спускаемся. Вы стойте здесь, охраняйте. Так, а что, наверх поднимаемся? Так. Нет, Кать, мне кажется, не наверх. Спустись ты вниз. Кать, ты смотри, Маринка, бункер. Только что подземный какой-то открыла. Нифига себе, я думаю, что за звуки скрипящей мыши какой-то скрипящей. Так, сейчас, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так, так, тут житель. Вроде священник. Ну, безопасный, значит. Маринка, я следующий, ты давай за нами. Давай, открывай двери. Ого. Нифига себе. И куда мы это попали? Тут свет-то включается где-то. О, переключатель. Опа. Японский пропердон. Я даже не знаю, как это назвать. Назови это как-то. Ну, это японские костюмы ниндзя. Слушай, ну ты прав, ты прав. Подожди. Так мы ниндзами сейчас должны стать и найти тех воров? Именно это имела Маринка в виду? Слушай, ну как говорится, хочешь найти вора, будь как вор. Так, Катя, раздевайся и потом переодевайся сразу же. Оба. Да я, как обычно, блин, ну бососью не могу надеть эту шмотку. О, всё, всё, я, я получилась. Смотри, какая. Иди дырить колотить, Маринка, в паутине застряла. Спаси свою подругу. Марина, ёперный кокос, ну. Ну-ка повернись, повернись. Ёхан и бабай. Смотри, чё здесь, чё есть? Здесь у нас есть. Шурикен, чё, сюрикены вот эти. Лови, Маринка. Па, 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 па. Нифига себе, давай забирай себе сюрикены. Я себе всё забрала, хорошо? Да ну подожди, подожди, дай мне тогда какое-то оружие и себе какое-то забери. Ты прям всё, всё забрала. Так, это в одну руку, это в другую. Смотри, какая. Чух, чух, пахут, чух, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Ой, я застряла в паутине. Ну всё, тогда в бой. искать воришек и возвращать богатство этой деревне а а в сундуках не хочешь посмотреть что здесь находится тут в первую очередь зелье невидимости которая нам сто процентов понадобится забирай а здесь у нас зелье скорости и крюки какие нафиг крюки а я кажется поняла это который знаешь и так вот размахиваешь крюком цепляешься какую-то стенку потом поднимали ни слова больше пошли за богатствами маринка я обещаю то что мы все вернем пошли к эти ниндзя я не хочу возвращать мне нравится костюмчик я про богатство не про костюмчик а богатство вернем ну что ж мы нашли эту скрытую деревню благодаря нашим ниндзевским костюмом если мне они конечно мы вряд ли смогли сделать согласен я первый раз жизни вижу такую супер какую-то богатую деревню это раз я вижу то что она нереально защищенная ты посмотри какие заборы вокруг деревни на главном ходе мины валяются и ты посмотри на эту огроменную здоровенную башню слушай ну конечно если топор и они грабят всю жизнь и всех конечно не будь богатая деревня и такая защищена чтоб к ним никто не пробрался но я-то знаю как это все вообще организовать куда ты спускаешься нам надо продумать план как нам попасть в этот город да какой план смотри я просто сейчас так вот аккуратненько спущусь и кирочка этот заборчик хоп вот так вот так вот так идем за дерево все смотри никто не видит меня об смотри аккуратненько сейчас берем кирочку и подползаем вот здесь меня никто не видит и лома короче короче не получилось электрический забор да под напряжением ты знаешь да мне просто током сейчас дарахнул ничего не получилось а ты знаешь то что электрический забор майнкрафте он даже с помощью кирки не ломается и чё нам теперь делать как мы туда попадем то внутрь мы же ниндзя мы должны придумать план первую очередь лови меня и катя жопечка ну не зря же нам дались да встань ты с этой земли ну про задницу тебе простудишь честное слово ну я просто бы что нас увидит ну не зря же нам дали зелье невидимости а мы можем его просто вот это шахнуть и пробраться даже через главный вход мимо вот этих воров бандитов свыше но я подразумеваю что это вот башня это как их главное логово и всем скроется именно там поэтому нам нужно туда и опирный театр да почему не так всегда вовремя подкрадываются я тоже уверен то что все сокровища находятся вот в этой башне короче жахаем вот это зелье давай тихо тихо куда где вот вот все все это только броньку то сними броньку снимет с ними броньку ты видимая в броньке это бесполезно ниндийская бронька я бабахаю еще одно зелье вот так для себя 44 секунды чтобы чтобы забежать в город главные на мины не наступить отлично тебе цветочек в руке дуримон да я вижу как ты бегаешь а я выкинула цветочек это никто ничего ничего не заметил что у тебя у входа главного 15 секунд осталось возле какого входа ты меня ждешь где ты меня ждешь золотая золотая дверь возле башни я вижу еще одного еще спрячусь в углу слушай но ты где меня могут здесь увидеть один охраняет территорию прям вокруг бегает еще одного бандита так ты где где ты вот какой вход ну попробуй его открыть может мы сразу так его зайдем конечно так бы просто на прямо открывалась любой подходи открывай забирай все что хочешь ну конечно она же заперта тогда суши нам нужно пробраться как-то через крышу только там вот эти бандиты видишь снайперы какие-то так ты просто вырубим их не но забраться через крышу это вариант конечно хороший как мы это сделаем может быть мы отрастим себе крылья и полетим как голуби не слушай давай арендуем самолет и сверху него спрыгнем как бы на парашютах прям вот на крышу вырубим быстренько этих ну снайперов ли кто там стоит и все изберем или не 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 нас крыше укусит паук мы ставим человеками пауками и такие типа заберем все такие вот я не знаю даже я не знаю делать в этой жизни что ты кипер то на меня бежишь дурачок из тебя ты когда в этой жизни научишься короче нам же не зря дали вот эти крюки мы же сейчас на крюках сможем забраться на эту башню ты чё тупишь то в первую очередь надо забраться на вот эту крышу так катюха опа давай за мной так целимся и конечно все у меня с первого раза получилось конечно ты еще гуля ниндзя какой молодец сейчас нужно перепрыгнуть а вот эту крышу давай за мной какие мы такие незаметные беспалевные попробую забраться чё делаешь ну ты сначала меня спроси как это делается потом вот так тихо тихо подожди сейчас попробую решить все сама начата меня раскачивает так подымайся подымайся ты наверх так давай запрыгивай тихо 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 ядрит ты колотить ты смотри что вытворяет на люк попади на люк спрыгни так так тихо на люк на люк это вот сюда оп тихо 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 ниндзяга просто настоящая попробую вырубить вот этого снайпера опа так катюха я за тобой я наверх туда ты давай тоже со мной секундочку и сейчас катя все чисто все чисто катя давай подымайся подрывайся ты там чё сделал то подожди ты меня не сбросишь а самое главное так вот где все наворованные сокровища мы мы сразу догадались то что не все хранят в этой башне огромной это все это как-то утащить обратно в деревню первую очередь нам надо спуститься спускайся это просто проще было если бы ты вот так а по воду бы попала тогда бы сердечки бы себе не искать 3 колотить да тут 400 к алмазов здесь хрундель и здесь житель которого зовут мустафа он походу охраняет да ты охраняешь или тебя заложение он в заложниках мне кажется его тоже похитили мустафа тебя похитили так все давай тогда сворачиваю лавочку забирай забирай все что здесь есть вот все алмазы все изумруды все золото свое забирай все что здесь есть даже пшеницу вот эту забирай давай бочка с морковкой кать это моё можно это мне за награду как бы слушать в них у тоже забирать будем ну наверное да мне кажется ее тоже они похитили только как мы и утащим то ну смотри я сделала удочку с морковкой а мне интересно от двери изнутри то открываются опа изнутри открываете вытаскивай свинюху а мустафу мы как заберем я же не могу на мустафу сесть и тоже его отсюда вот это утащить совершенно у мустафы есть ноги руки сам как-нибудь доберется ну все мустафа удачи тебе в жизни так вот это заберем вот это заберем это заберем катюха валим с этой деревне так быстро как только сможем давай ну как свинюха сможет так и побегу ну ты быстрее беги ты в другую сторону хотя бы смотри как все бежим валим глядя на тебя как-то не кажется то что ты бежишь и то что ты валишь так а мы сейчас возьмем этого вора вырубим просто и все ой давай давай что ты мне сделаешь все все алла нет не бей не бей я тебя убью первое вот так вот надо с каждым вот это все так а сейчас мне нужно их потихонечку вырубить сюрикенами смотри смотри как я их сейчас незаметно давай давай покажи мастер-класс давай катюха тихо тихо вот 1 отсюда уходим свинюха бежим бежим давай еще быстрее и еще быстрее давай напролом свинюха уматываем отсюда ну ты там аккуратно там же минус впереди к 10 ты ниндзя это не за если ты ниндзя это не значит то что мины под тобой взрываться не будут хотя я тут где тут я только будто это ошметки от свинюхи вижу и седло я тут где тут то я тебя не вижу да тут я тут ты можешь сказать где господи опернись ты как это сделал ты же только что взорвалась в яме а это все искусство карате и ниндзяго я убью растворяться в темноте я не подожди то есть я тоже также смогу а ну а вот я почему-то не ниндзя у меня так не получилось лох ты а не ниндзя ты и и и и и и Редактор субтитров А.Семкин